Вот все говорят, что, конечно, мы подсели на иглу. На какую иглу? На иглу газа, на иглу нефти. Конечно, знаешь, как говорят, рыба гниет с головы. Или говорят так, каждый человек учится на своих ошибках. Вот я считаю, что любой кризис, он для нас, я всегда говорил, я Дмитрию Олеговичу говорил, я говорю, Рогозину, я говорю, слушайте, вот у нас будет самая классная жизнь, это если у нас будет холодная война. А что такое холодная война? Холодная война, это когда днем мы строим комбайны, строим холодильники, а ночью мы вот вселять надо, мы строим баллистические ракеты. Есть понятие уважения. Да, я тебя уважаю, но иногда я тебя уважаю из-за боязни. Ведь раньше нас боялись и уважали, или уважали и боялись. Понимаешь, а когда заумные люди опустили нас и практически поставили на колени, зная, что, знаешь, как, может, вы меня запикайте, но просрать такую огромную Европу, мы сейчас должны ходить в шоколаде, мы сейчас должны быть, как, знаешь, как в Эмиратах, да, местное население, оно уже в априори рожденное миллионерами. И мы должны, мы освободили весь мир, мы освободили всю Европу, мы просрали все, варшавский договор, мы отдали, значит, все страны, да, мы отдали все, но только мы-то все вышли оттуда. А американцы и там-то и остались. Кто остался позади? Конечно, мы. Но, ребята, ну хватит, хватит, хватит. Почему сейчас начинается громкое вооружение? Почему мы сейчас и поняли, что мы сейчас деньги надо вкладывать куда? В военно-промышленный комплекс, мы сейчас должны, в экономику, то есть, казалось бы, курочек мы должны выращивать, значит, яблочки мы должны выращивать, не там, не туда. Я считаю, что это абсолютно, иногда делается шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Вот я считаю, что вот год-полтора, поверьте мне, у нас будет очень процветающее государство. Поверьте мне, оно так и будет, оно так и будет. Экономика у нас сейчас будет вот просто, знаешь, как шагами, семимильными вперед, 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 вперед. Потому что, извини меня, раньше платили сюда десятину. Но, ребята, ну мы же знаем, как некоторые нажили себе миллиардное состояние. Ребята, платите-ка вы не туда, не туда, а вот здесь производство. Если вы хотите машины делать, делайте их в России. Если вы хотите самолеты, поезда, пароходы, делайте все здесь. Посмотри, сейчас это все практически и происходит на наших глазах. Так что, будущее за нами.